Без объявления войны, германские война напали на нашу страну, отстрадавали нашу страну, и подвергли подборкирули на нашу страну. Сейчас 10 утра. Нижнетагильские и криворужские поисковики выехали сегодня в деревню Минжинка, где в огороде родительского дома местная жительница Любовь Кожушна, 83-х лет, указала им место, яму или окоп, куда в 44-м году на ее глазах упал замертво солдат. Сегодня наши ребята попытаются понять, там ли останки, и если там, то поднять их. Мы еще взрослые-не взрослые были. Мы еще взрослые-то не были, но и не маленькие уже. Не понимали толком русские, немцы. У нас одна забота была – побегать, погулять. Да и все. Нашли череп и фрагмент руки бойца. Череп освобождаем, да? Да, пока полно. Нет, аккуратно просто. Если кто-то землю подберем, чтобы не лезем. Да и у нас пятом. Правильно подбушку, никого лавровнула. Найти остальные кости, чтобы понять направление, в котором он лежит. Согнута. Да, или рука согнута. То есть, может быть, и сидя. А может быть, лежа и туда, поцарайся. То есть, вот так вот рука согнута. Тфу-фу-фу-фу-фу. Поцарай. Ну, что, будем извлекать потихонечку. Уральские богатыри его подобрут. Там изнутри сара можно выкопать, если там пол не постелено. Костя, вылазим. Костя, вытяни руки оттуда. Убери руки, все. Все, давайте еще, можно, немножко дальше. Когда брали высокий в последний раз, рано утром, у нас в доме штаб стоял. Но это я теперь знаю, как это называется, штаб. И рация была. И они постоянно командовали. Днепр, Днепр, Емушка, Емушка. А один солдат подходит к нам и говорит, бегите, прячьтесь, сейчас здесь такое будет. Но где спрячешься? Негде. И пришли Катюша. Да как началось? Такой грохот стоял, не дай бог кому пережить. Часа, наверное, три все продолжалось. И немцы сразу засуетились, засобирались. Им, видимо, передали, что высокий отбит. И они все уехали. Так в последний раз было. Медальон, ребят. И все, и в мешок его, а потом в спокойной обстановке прочитаем. Почитаем. А где нашли? Медальон. Ау! Подошел? Это кто нашел? Евгений. Ау, Евгений, ты просто красавчик, молодец. Тебе огромное благодарность от поискового отряда Соболя, города Нижнего Дагила. Ира, ура, ура, ура. Ура, ура. Ура, ура. Может он еще там мало ли что он ему в этом медальоне. Может он иголки у него что-ли. Коленки. А, сапоги. Голенище, ну. Там ноги что ли, да, или что там? Да, ноги, вот чашечки. Как он лежал? Киками там ходили. Сколько раз мы здесь ходили. И вы знаете, редко бывало, чтобы я прошла возле этого места спокойно. Обычно, как пройду, аж страшно становится. Нельзя, конечно, их так оставлять. Они же все-таки были люди. Собирать их надо как можно больше. Но все равно, кости ты найдешь, а душа-то где? Она же вечно, может, и летает, и говорит нам, что ж вы делаете? По костям-то грех ходить. У него сильная челюсть, именно вперед сильно смещена. Вот так как была, так она, видите, видно, вот как шарахнула по шее чем-то. Шея свернута. Ну да. Медальоны, в которых хранилась бумажка с личными данными солдата, были отменены в 1942 году. Поэтому в этих местах в Украине, под Кривым Рогом, найти медальон считается большой редкостью, поскольку бои здесь шли в 43-м, 44-м, когда вместо медальонов уже использовались книжки. Да, как по маслу. Все надежды установить имя бойца, вскрыв медальон, рухнули. Медальон оказался абсолютно чистым, как только вчера с фабрики. Очевидно, солдат в нем никогда ничего не носил. Может, как многие, верил в то поверье, напишешь имя, непременно убьют. Конечно, расстроились поисковики сильно. За эту вахту, может быть, выпал единственный шанс установить личность. Но что делать? Была война. Почти 70 лет прошло с того дня, как баба Люба, будучи тогда 13-летней девчонкой, увидела, как падает в яму убитый солдат. Сегодня она вновь увидела его, поднятого из-под земли тагильскими поисковиками. Найденный при нем медальон, казалось бы, единственный шанс установить его личность, к сожалению, не принес никаких результатов, он останется просто солдатом. Неизвестным солдатом. И завтра вместе с 12 другими неизвестными солдатами, поднятыми в ходе этой вахты памяти, он обретет свой последний покой на мемориале хутора Высокий. Продолжение следует...